мне было 9 12 лет я училась в школе на новой площади я думаю что было тяжело но когда-то ребенок ты не понимаешь этого наверное было тяжело родителям но нас была обычная детская жизнь мы бегали играли на стройке приходили домой вечером ходили на всякие там курсы во дворец школьников спорт и так далее вот вечером смотрели сериалы да я помню рыбы не за уру потом был были богатые тоже плачут просто мария возвращение в дым поющие в терновнике вот для меня вся эта история с сериалами закончилась на диком ангеле наталья рейро я не помню какой-то год наверно 97 98 10 лет жизни с сериалами не очень красивой казалось всегда вот мы не за ура дать локоны красивые платья когда я пересмотрела уже во взрослом состоянии подумала что нет а усе м нас из сериала никто кроме тебя кстати его забыла назвать она она была самой красивой из всех женщин у нее были самые красивые наряды такие стильные вот и она сохранилась хорошо ну наверное это было единственное развлечение на тот момент то есть кино поход кинотеатр он уже не существовал потому что кинотеатры исчезли кинопрокат закрылся вот и это было на единственное доступное какое-то зрелище это смотреть сериалы я долго думала о рыбы не зауре почему она так хорошо легла вот именно на посоветское пространство и мне кажется что просто это близкая была для нас тема мы же росли на этой литературе хижина дяди тома книги майна рида там еще был фенимор купер то есть мы знали все то о чем они говорят неужели кулинарная книга такая интересная я пытаюсь разобрать рецепт жаркова по-французски чтобы приготовить его завтра на обед рецепт на французском я помню наверное лет 9 было и я ходила в школу нас отпаивать дежинского там начали строить общежития здание для общежития не до сих пор там стоят большие высокие и они насыпали гору просто кучи там стройматериалов песка прочего мы детьми значит приходили свободно на эту стройку и катались этого всего то есть это были наши горки там прыгали с заборов песок и так далее и я помню что вот мы как раз грязные во всем этом пыльном и вечер и кто-то бежит у нас никого не было часов мы не знали сколько времени то есть если начинало темнеть значит пора идти домой а тут вечер и такой крик рабыни завра началась и мы все бросаем и бежим просто рассыпную по домам печально что эстер была такой неосмотрительной при выборе доктора конечно сеньора почему она нашла такую странную в 11 лет меня первый раз положили в больницу такую серьезную взрослую больницу на блогинское отделение и вечерами мы смотрели больницы богатый тоже плачет то есть мы все собирались в холле был один такой маленький телевизор цветной правда вот и мы вместе с другими больными такими теперь с перевязками и прочее все смотрели этот сериал потом горячо обсуждали его и я помню была какая-то женщина она мне когда на экране там имитация поцелуев происходило она мне говорила отвернись я говорила но мне дома не заставляют отворачиваться вот а я смотрела все сериалы с бабушкой и дедушкой потому что я жила у них у нас был частный дом на троих хозяев вот и для них это тоже блатка традиция сесть у телевизора смотреть и однажды соседи сломался телевизор и они пришли к нам и вот несколько недель они приходили мы смотрели все вместе на человек восемь нас вокруг этого телевизора мы смотрим на четыре однажды началось землетрясение люстра ходит ходуном вы просто молча на нее смотрим просто наблюдаем как она шатается никто слова не сказал дальше смотрим мы восемьдесят восьмом или восемьдесят девятом году получили квартиру в тоугуле когда это считалось что окраина города нас многие жалели вот и все дома где мы жили они были объединены в один жилищный комплекс назывался молодежный жилой комплекс мжк вот и все квартиры все дома объединили в единую кабельную сеть я не знаю кто это делал видимо кто-то из тех кто строил дома и они просто целый день транслировали утром мультики о днем фильмы так я посмотрела звездные воины все дюну там практически весь кинематограф восьмидесятых достали кассеты с фильма сериалом поющие в терновнике это такой отличный сериал про священника католического чем прекрасная книга колен макалова но книги мы тогда еще не знали просто сразу вышел сериал и он одновременно шел на каком-то телеканале но это был не российский телеканал мне кажется это наш местный какой-то ктк возможно вот и вот в нашем районе именно благодаря этой кабельной сети он шел на дверь примерно две-три серии быстро вперед и значит однажды мама ехала в автобусе или в троллейбусе на работу и услышала как в автобусе люди обсуждают этот сериал что там происходит что сказал ральф что сказала мэгги и все такое и мама говорит а я видела вот еще две серии и людей что там что там что там будет дальше но тогда мы не знали слова спойлер и казалось что это нормально спросите человека что там будет она такая водушевленно быстро рассказала что там кто погиб кто женился у кого кто родился у нас был телевизор горизонт он очень похож был на этот наверное чуть больше и с кнопочками горизонтально не были он работал года два нормально а потом у него сел кинескоп и он показывал все в зеленом свете зеленый все были зеленого оттенка такой фильтр мы вызвали мастерам несколько раз приходил и сказала вы знаете это брак заводской вся серия этих телевизоров у них к это проблема с кинескопом и ничего сделать не могу покупать и новый телевизор 91-92 год мы за хлебом в очереди стояли за сахаром по талонам конечно телевизоре там речи не шло и смотрели все в зеленом свете через какое-то время я прихожу в гости к подруге не стоит такой же телевизор и показывает все в красном цвете я поняла что нам повезло зеленый был удачный я вот помню что по утрам тоже показывали серии повторяли то есть если не смог посмотреть потому что вечером не было света то ты мог посмотреть утром хотя конечно чаще всего уже одноклассники все рассказали вот жизнь бабушка и дедушка в этом доме она была в чем-то легче чем жизнь там уже в тоугуле потому что в тоугуле у нас был газ и газ отключили первым потом стали отключать электричество вот а у бабушки у них было было печное отопление была керосиновая лампа было ну там было много возможностей как-то существовать нормально но у меня с тоугулем первое наверное такое сильное впечатление очень холодно мы как раз осенью въехали и тут начались веерные отключения мама говорит надо сходить за молоком и рядом у нас был супермаркет супермаркет гастроном он так и назывался тоугуль до сих пор он сохранился и я прихожу и там ничего нет просто магазине ничего нет и за молоком огромная очередь мы на ночь а стоим за этим молоком чтобы потом домой прийти там что-то сделать ну и также было сахаром с хлебом ну и лучшее лучше еда была это взять хлеб намазать маслом и посыпать сахаром вот это было очень вкусно я научилась делать сама шоколадное масло как-то сама додумалась взять масло какао и сахар ну и однажды мама разжила виза где она взяла две больших коробки с китайской лапшой она мне казалась что у нее был какой-то царский вкус и мы ее ели очень долго наверное она в чем-то помогла тогда всей стране это китайская лапша мне кажется что когда показали богатый тоже плачет наш телевизор еще был нормальным и сок был оранжевым желтым и оранжевым в разные моменты они там пили часто и мама мне говорит смотри мне кажется они пьют свежевыжатый сок а для нас это же было что-то сверх естественное сверх там на свежевыжатый апельсиновый или мандариновый сок когда ты не видишь нормальных фруктов вот и потом проходит какое-то время появился зубка чтобы получить замечательный фруктовый напиток достаточно воды и пакетика зубку зубку это вкус 9 разных фруктов попробуйте зубку юпи и мама говорит ты знаешь мне кажется они все-таки пили зубка дешевле как бы было вот ну и звука это на празднике было а юпи это так звука был дороже раза в два наверное и по качеству он был лучше то есть когда ты растворял юпи это был такой химический процесс ты понимаешь что ты практически в кабинете химии находишься и пьешь что-то такое очень ненатуральное а звука там были очень интересные ароматы манго например я очень любила манго я не знала как выглядит манго ну я увидела только на этой картинке примерно там был кусочек манго я была абсолютно уверена что никогда в жизни не попробую настоящий манго но прошло наверное лет 15 и где удалось у меня была подруга немка она была старше меня на три года они жили в нашем же доме частном доме и я помню как однажды утром она подошла пришла к нам домой и говорит пойдем посидим наши беседки у них беседка была очень хорошие мы сидели просто включили радио листали журнал юность и вдруг по радио сообщили что москве происходят эти события а семья эльвиры они уже на тот момент получили возможность уехать из германии то есть им буквально оставалось там два-три месяца казахстане этим же были билеты и она мне говорит знаешь я вот очень рада что мы уезжаем потому что непонятно что будет здесь происходить она уехала это был 91 год и пришло ее первое письмо из германии мы до сих пор переписываемся уже в отца вот и она мне пишет что знаешь я зашла сюда магазин и мне стало плохо что я захотела вся все это и отправить вам в казахстан потому что здесь так много еды и раз полгода она отправляла нам посылки мы эти посылки обычно складывали все это в холодильник ели где-то несколько месяцев дозировано то есть я там брала сникерс брала нож делила его на всех членов семьи так ели и когда мне было наверное лет 13 мы сотрудниками с маминой работы поехали куда-то отдыхать в горы тогда впервые видела ребенка который съел сникерс целый у меня на глазах и у меня был шок я маме говорю мама она съела весь сникерс и я не ем сники мы очень много общались у нас дома не было телефона у бабушки и одноклассники и приходили ко мне домой или я к ним шла домой то есть они могли идти там минут 20 до моего дома прийти бабушка выходила и говорила света нет она уже ушла а я могла пойти к кому-нибудь тоже из одноклассников ты там не могли сказать свет там вот это гос нет она ушла к тебе вот и где-то посередине мы могли встретиться была какая-то спонтанность было это ощущение постоянного ожидания чего-то необычного приключений каких-то какой-то свободы когда ты не зависишь от звонков на сотовом телефоне сотовом телефоне или от каких-то сообщений что вышел из дома пришел вечером уже и никого там особо не волнует там поел или не поел в любом случае бабушка всегда знала что я поем или у соседей на в огороде или они к нам приходили дети чаши и мы ели помидоры с огорода не заходя к бабушке я помню безумно вкусную воду которая была в колонках и мы гуляли 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 могли бегать бегать потом бегали как мы знали где все колонки находятся попить там воду иногда вас а укусала кого-нибудь за язык потому что она пряталась в колонке помню когда мы учились в школе и началась уже была перестройка уже начал развал союза и учительница нам говорит представляете в какое интересное время вы живете перед вами открывается мир вы можете поехать отдохнуть а вот через несколько лет возможно вы там мы уже можем поехать куда-нибудь мы тогда об этом не думали я когда читала книги дюма фенимора купера когда смотрела от рабыню и зауру я не задумывалась о том что я могу оказаться там что я могу погулять по парижу или видеть лос-анджелес потому что мои родители никогда не выезжали за пределы советского союза максимум куда мы могли съездить это москва или белоруссия потому что мы родом оттуда и когда я оказалась несколько лет назад бразилии я вспомнила про рыбыни и зауру в общем то все что я знала про эту страну и утром прилетела самолета ночевалась я встала я взял с собой плойку и думаю я сделала себе красивые локоны но не как рыбы не зауру но посовременнее накрутила вышла такая влажность что где-то через полчаса у меня просто всех упала я подумала наверное находила в парике в этом сериале я недавно спрашивала бабушку я и дала книгу алексеевич 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 время second hand потому что когда я читала для меня это было больно хотя я была ребенком я этого могу не помнить и она бабушка прочитала эту книгу и говорит ты знаешь мне кажется на мне было так сложно как вот она пишет в книге возможно потому что мы жили в казахстане она пишет о другой республике возможно что мы просто очень быстро забываем о каких-то трудностях это хорошо мама тоже когда я с ней разговаривала она не говорила что было что-то там сверх естественно сложное там или что она мы там выживали как нет мы жили как все то есть на школе все плохо одевались на все ходили постоянно там в одной и той же одежде у нас не было в школе формы просто не было денег на форму и вот начиная где-то с третьего класса четвертого мы ходили кто как может кто-то в джинсах пришел кто-то мамины я ходила маминым свитер и в тетину юбки вот и все так ходили это было нормально и мы все одинаково питались жили в одинаковых условиях да мы все были бедными но мы просто не знали об этом и я думаю что если сейчас случится подобное то нам будет тяжелее потому что мы побывали за рубежом мы попробовали манго и ели сникерс целиком а а